Всем привет, привет! Тут солнечная Италия на проводе. У меня сегодня прекрасное настроение, потому что мы сегодня выбрасываем мусор. Боже, кому что, у кого новогодние праздники, там суета, подарки, прически, маникюры, педикюры. А у меня радость, потому что сегодня мы кидываем мусор, и сегодня расслабодится коридор наконец-то. По поводу маникюра девочки писали, говорят, типа, жесть, пора. Мне вообще сейчас не до этого. Вообще абсолютно. Вообще вот сейчас, опять на это окно. Иди. Вообще сейчас как-то не до этого. Вчера пришла София, она ездила к бабушке мальчика, с которым она дружила. Ну, они дружат, но она раньше с ним, типа, ну, дружила, типа, гуляли они раньше. Вот, они поддерживают отношения, его бабушка до сих пор звонит мне. Вот, мама общается его с ней. Они общаются с ним, там, может быть, какими-то там смс-ками раз в месяц, привет, как дела и все остальное. По поводу чего они перестали дружить, я уже говорила в прямой трансляции. И говорила, что, ну, как бы, у меня есть, по ее рассказам я примерно предполагаю, почему она сказала, что, типа, история закончена. После того, когда она сказала, что история закончена, а София страдала, я знаю. Она до сих пор эту историю переживает. Это первая любовь, скажем так, юношеская. Детская, ну, наверное, детская. Нет, детская, это, наверное, детский сад, наверное, юношеская. Вот, и я ей сказала, если хочешь, типа, ну, если ты так страдаешь, ну, позвони там, напиши там что-то другое, а не просто при этом. Она говорит, нет, 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 у меня своя позиция, молодец, девчонка, конечно. Ну, в общем, короче, как бы у меня, я ничего плохого сказать не могу, потому что мальчик действительно хороший. Расстались они спокойно, в том плане свои отношения, ну, как, с переживаниями, но без соплей, там, без... Ну, София молодец, конечно, она держится, молодец. Она мне еще все время говорила, мама, вот я хочу, как ты, вот ты, вот ты ж не страдаешь, когда ты вот рвешь, ставишь точки. Я говорю, нет. И София вчера принесла вот такие вот красивые. Сашка пришла. Приветик. Помаши девочкам рукой. Смотрите, я уже оделась, тебя жду. А я кофту эту искала сегодня, блин, задолбали, все кофты, все спариты. Ну, блин, я думала, спизу по-другому делать с тобой, но ты ж хотела, это, торопить. Я на тебя учили, я учили, я учили. Ну, давай, ты кушай, а тогда я сама скажу. Кушай, разогревай себе пасту свою, одевай тапки, Саша, и руки мой. София вчера принесла подарки от их семьи, мне, бабушка с мамой мне подарили подарки на Рождество. Вот такие вот красивые обверточки, прям бумажка, прям балдеет. И так красиво подготовились. В общем, если говорить очень все сдержанно, то я ничего плохого не могу сказать, потому что пацан хороший, дружили они хорошо, долго, они почти 20,5 года продружили. Вот, поэтому я не хочу как бы там на весь YouTube кричать, по какому поводу именно они, типа, как бы там, ну, урывали свои отношения. Но, опять же говорю, у меня есть на это свои соображения, и, в принципе, я никого не виню и никого не оправдываю. Ну, то есть, ну, я считаю, что София поступила правильно, что она сказала, что, типа, ну, ну, никак вообще. Так, ладно, девчонки, вчера принесли подарки. Смотрите, вот моя мама Леонардо мне подарила такую тарелку, София ее шмякнула в автобусе, наверное. Красивая была тарелка, посуда бьется на счастье, поэтому, конечно же, огромное спасибо, ну, с моих любимых цветок, синий-голубой. Конечно, спасибо огромное за, ну, за, как скажем, за то, что человек обо мне надумал, человек обо мне помнил. Ну, тарелка красивая была, ну, бьется на счастье, а на счастье. Так, дальше, смотрите, принесла, был целый пакет конфет, я думаю, что Сашка утащила половину. Ее? Да, потому что половина... Я тоже вчера и сегодня прям вообще... Ох, машинку надо выключить. Так, дальше, что подарила? Мне подарила бабушка Леонардо вот такие, вот такое вот мыло. И, кстати, когда вот пишут в комментариях, если дарят мыло, если дарят пижамы, это все интимо. Я не знаю, в каком вы там году, я не знаю, вам дарят мыло или какой-то там, не знаю, шампунь или еще что-то, не потому что вы воняете, или потому что меня никто не нюхал из-за родственников. Просто, ну, так принято, это как, знаете, не то, что подарок, это как, как тебе думают, то есть пенсии, да, Саш? Это когда вот, ну, как бы, о тебе подумали и какой-то, ну, тебе сделали жест, подарили. Это ручная работа, это покупалось не в магазине там, в парфюмерном, а именно в мыльном магазине. Покупался вот такой вот набор мыла, он пахнет просто бомбезно. Я помню, моя бабушка все время, осторожно, Саш, ложила вот такое вот мыло, там, в полотенце где-то, где-то какой-то там, не знаю, у него платочки были. Это лаванда. Ну, просто перфомит, лаванда, он хьюри. А мне нравится. Потом она мне подарила вот такую вот лаванду, она мне уже дарила один раз, вот так пахнет. И у меня вот такая лаванда лежит в моем нижнем белье, хотя нижнем белье уже тоже у меня нет. Да, тебе нравится? Да, потому что, да, потому что это было ужасно сегодня волос собрать, оно что на голове все встало. Вот, в общем, вот такая вот лаванда, очень классная, я прям обалдею от нее, очень приятный запах. Потом, ну, было здесь разное, здесь, я поняла, лимонная, белая, я не знаю, из чего сделана, и вот тоже лаванда. Ну, пахнет, конечно, просто бомбически. Я таким вот подарочком, ну, не знаю, мне нравится такое. Потом бабушка мне подарила вот такие вот магнитики, это там, где, ну, с того места, где она, ну, родилась, жила, где у нее дом. Это вот такой вот, такие вот магнитики она мне подарила на холодильник. Ой, а этот, а, это не холодильник, а этот не держит, это не коламита, я не знаю, для чего, надо у Софии спросить. Это просто подставочка, может, подсвечечку, я не знаю, потому что нет ничего. Так, дальше. Подарила мне вот такую вот красивую тарелку, девочки, я вам честно скажу, я не знаю, сейчас кто-то подумает, что это какой-то детский сад, что-то такое. Мне очень нравятся вот такие вот штучки, они, жалко, что она даже еще не подвешивается. Вот такие вот штучки им дарят вот именно в Рождество, да, потому что присутствие красного, детки с мамами выпекают это печенье, вот это вот. Короче, как-то такая фантазия Рождества, да. Но я эту тарелочку буду использовать, когда кухню поставят, я буду использовать, чтобы, там, допустим, когда вы что-то там готовите, ложку положили или вилку, да, там, чтобы не пачкать столешницу. Я буду использовать, мне прям вообще, она прям няшная, она мне очень нравится, очень классный рождественский подарок, очень классный. Конечно, на стол можно сюда было бы, там, я не знаю, положить какие-то там оливки, они делают, они делают лук в сахаре, такие маленькие, маленький лук, не огромный лук, как это я снимала рецепты, такие маленькие они делают в сахаре, очень вкусные. Можно сюда чугу положить, да, там, какой-то лук, в принципе, можно чем-то заполнить, теми же орешками. Но мы такое не едим, мы такие столы не делаем, потому что мы не едим так вот с детьми. Допустим, вот Саша, я говорю, Саша, что мы будем на Рождество делать? Саша говорит, мне хватит русского, ну, салата русского, типа оливье, говорит, мне вот так вот хватит, я хочу оливье, и, мам, давай закупимся и делаем вот целую, мы целую бадью с ней делаем. Да, Саша, тебе нравится, да? Она сама, кстати, готовит, она вчера сама делала пасту, помидору на тарелочку, она сама делала пасту, помидору, она сама готовит, вообще, как бы с этим нет. Ну, в общем, что-то очень красиво, на столешнице будет лежать, будет очень-очень классно. Я очень довольна, я тоже им отнесла подарочки, она отнесла им, там, понетон, покупали эту пасту, ну, вот этот, типа кексов, как он называется, понетон, вот, что-то там от себя покупала, я же покупала, показала бабушке, как-то платок такой от Патриция Пеппи красивый, но я думаю, что после Нового года, я сейчас немножко тут дела свои порешаю финансовые, и тоже что-нибудь такое, ну, отнесет. Ну, хотя она от себя подарки дарила. Что еще хотела вам рассказать, девочки, мальчики, мужчины? Да, мы с вами, с вами. Я, конечно, очень хотела, я думала, что дети мне подарят, вот, хотела новогоднюю игрушку, там, где написано, Саша, Марина, я хотела, ну, не знаю, девочки подарят мне на Рождество или нет, такое игрушье. Ее очень памятная игрушка, очень красивая, написан год, это 2017, я прям вообще-то очень хотела, ну, не знаю, что-нибудь по финансам, а я уже, как бы, все. Тебе не холодно, Саша? Ну, если бы я рекомендую, я, все. А я вам приготовила сегодня гладить, надо там очень много футболок, и там высохли все полотенца. Машинку надо было включить. Ну, в тене. Молодец, точно? Да, да. Девочки, мальчики, мужчины, что хотела рассказать? Вы не поверите, Саша, вчера вообще была в шоке, да, Саша? Нет. Звонит мне, нет, ну, ты, пацан, не знаешь, о чем я рассказываю, ты говоришь, нет, звонит мне вчера по ТОС, звонит мне вчера бывший Карлос. Звонит мне вчера, после того, когда я выпустила видео, сказала, что бывший гонит, что я в шоке, да, вообще отречая, мне звонит и говорит, Марина, ну, что вы там решили с Рождеством? Типа, ну, что мы там, где мы будем, короче, тусить? Я говорю, что, типа, я вообще не понимаю, я, во-первых, я офигеваю просто от этих мыслей, просто вообще, как это может в уму вообще вложиться, я вообще не понимаю, я думаю, ну, может, это троллинг такой, я подумала, но, в принципе, они на это троллить, они не способны, то есть, они реально так думают. Давайте так, чтобы клипочка моя была, Рина. Ого, так слышно, что ты, а что ты грызешь, лед? Тебе не хватает металла из организма, ну, он хватает, ну, он обостанется от человека или козы, наверное, на спидали, а фореллиональные не так было. А какие вещи, тебе помоги, я, чё? Вот, девчонки, короче, звонит мне вчера, про тосы, говорит, ну, что вы там решили, я говорю, я не знаю, я же тебе сказала, что ко мне сюда не надо, тем более собака, и тем более, всегда, все я рамы у меня, тем более, где, что, где тут, что делать, вообще, какой-то, это. И он говорит, ну, в общем, как, Джоэлла с Линой сказали, что, типа, или у тебя, или, говорит, у него, ну, типа, у меня у него, говорит, или же, говорит, у них дома. Я говорю, слушай, это прекрасная идея, давай все поедем к ним домой. Мы у них были несколько раз, мне хватило это вот так вот. Я никогда, кстати, когда к ним приезжала на ужин и на обеды, я никогда, кстати, не ела у них. Хотя, может быть, она вкусно готовит, но я не ела по другим, ну, я, короче, брезгливый человек, я по другим своим, там, каким-то, там, параметрам я не ем. Хотя, может быть, когда ко мне кто-нибудь придет и тоже, знаете, столько кошек в доме скажет, там, нафиг ее с голубцитом, наверное, вместо приправ, наверное, кошачья шерсть, возможно это. Вот, но я просто по своим, там, каким-то, там, делам, короче, я, ну, я там не ем. То есть, я могу там сесть, попить вина и все, в общем, там были несколько раз, мне хватило, то есть, ну, хватило мне. Вот. И я говорю, так, поехали к ним. Вот. Тут, конечно, Саша сразу услышала, прибегает, мама, нет, ты что, я к ним не поеду? Я говорит, я тогда вообще лучше буду дома. Я вот точно, говорит, вот клин, Джуэла, домой я не поеду, говорит. Я лучше поеду к Карлуцу, говорит, я там могу себе позволить, потому что я там, ну, она себя там чувствует, как у себя дома, говорит, я могу там что-то взять, я могу сесть, я могу включить телевизор. Говорит, туда я, говорит, ну, я говорю, да подожди, я только что разговариваю. Он говорит, да, значит, что мы делаем, к ним поедем? Я говорю, да, поедем к ним, звоним, говорит, что поедем к ним, говорю, а что, никогда у них не были, приедем, посмотрим, как она столы накрывает, как тарелки она носит, как тарелки она убирает, это надо все помыть, это надо после нас будет подмести, это надо будет нас развлекать. Вот, ну, он же звонит, это самое, Джуэль Ислину и говорит, что типа, ну, вот я поговорила с Мариной, Марина окончательно сказала, что у нее нет, вот, говорит, мы приедем все к вам, ну, и тут, короче, опа, догадайтесь трех раз, Джуэль Ислину говорит, не, 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 к нам не надо, говорит, у нас нет интернета, у нас нет телевизора, то есть, то есть, как бы, у нас нет развлекаловки, то есть, мы не можем развлекать вас, что типа, у нас скучно будет всем, в общем, короче, к нам нет, прикиньте, он мне перезванивает, и говорит, короче, говорит, Джуэль Ислину сказали, что типа, у них нет, потому что оно не телевизора, не интернета, и я просто знаю, что это ж надо поставить тарелки, тарелки надо убрать, правильно, надо положить вилки, вилки там те же надо сполоснуть, тем более они на Рождество готовят, то есть, они так воспитаны в семьях, они так росли, как у нас на Новый Год, да, вот, наставляют все эти тарелки. Опять же говорю, я как-то видео снимала и говорила, что типа, я когда в гости хожу, пожрать не дурак, говорю, но я на это тратиться не буду, я имела ввиду тратиться не финансово, я имела ввиду, я не буду тратить на это время, на приготовление вот всего вот этого, потому что, ну, это не мое это, то есть, ну, не мое, честно, реально, я в пиццерию могу кого-то пригласить, если мне это нужно, если же это мое день рождения, ну, по крайней мере, голубцов я могу наделать, можно на природу выводить. Отнеси, пожалуйста, этот тарелку, этот, в раку, туда. Я думаю, я сейчас пойду. Не хватает кончеты? Откройка. Да вообще все принято, все закончилось. И граица закончились. Закрой, на, отнеси вот эту вот, тарелку и вот эту. Спасибо, пой. В общем, короче, это самое, ну, он сможет говорить, что типа, извиняешься, я переплюну, ну, так оно более даже натурально, да? Говорит, типа, нет, говорит, короче, они сказали нет, потому что, ну, короче, нет. Ну, я, ну, нет и нет. Я, конечно, телефон когда выключила, мы с Сашкой заржали, я говорю, Сашка, ты представляешь, сказали нет, потому что то-то, то-то, то-то она. Ну, и слава богу, я как бы туда, София вообще, эти гуля, София вообще, если Сашка, она еще там на своей волне, София вообще не прийти, София вообще там, Но она не при этим делам Но она кое-что видела в свое время Поэтому она Вот эти вот застолья, особенно вот в этой компании Она их не переносит То есть не то, что там она не переносит, как я выразила В предыдущем видео застолья Именно вот в этой компании Есть на это свои причины, я на них не могу Кричать на весь YouTube И короче, все, положили трубку Она говорит, у них не может Я говорю, тогда говорю, я с девочками поговорю Я думаю, что мы дома останемся Вообще нам оно нафиг, 300 лет не надо Я останусь с девчонками дома Вообще для нас это, ну как, ну встали там в час дня Поели, поели, захотели бы Если мы захотим, пойдем в город Нет, мы проведем там дома Я говорю, вообще там типа без проблем Проходит время, третий звонок Когда это получается в день Перезванивает у меня и говорит Слушай, Марина, подожди, стоп Он говорит, что-то у меня, говорит Пазлы не сходятся Я говорю, в смысле? Он говорит, почему ты сказала, что у тебя нет Это он поговорил с Линой Потому что Лина ему вчера помогала там что-то делать По своим, ну по вот этим вот мотоциклам А то он с ним поговорил Типа они там сопоставили факты Что типа видели полкухни Ну я имею в виду кафель на кухне в инстаграме Потом я говорила Карлу, что я купила кухню Они это все сопоставляли И они начали вести свое расследование Почему я сказала нет Значит здесь что-то есть в этом Почему я не хочу, может быть, именно их Понимаете, к себе домой Он говорит, Марина, подожди, что-то у меня тут, говорит, пазлы не сходятся А говорит, почему мы к тебе не можем все приехать Я не могу понять Что там у тебя есть такое, что мы не можем приехать Я ему говорю, у меня плитка, на которой невозможно готовить на 7 человек Здесь вот, ну, на 2 человека Саша вот приготовила пасту Там София 2 ложки Там я ложку, все То есть мы не едим вот так вот Я говорю, здесь что готовить сейчас на Рождество Надо начинать сегодня уже Надо это наготавливать, варить, жарить, парить Потому что плитка все равно это, ну, она греет, она готовит Но все равно это намного медленнее Она устаревшая Она намного медленнее готовит Он говорит, ну, хорошо, ну, плитка Я, говорит, не могу понять Говорит, почему взяли плитка? Говорит, ты же сказала, что, говорит, ты кухню купила Я говорю, ну, и? Он говорит, ну, так ты кухню купила говорит что у тебя нигде готовить нигде сидеть вообще и условия не позволяют то есть он мне знаете как бы типа предъявляет я рекорда я купила кухню но она стоит собрана и и надо монтировать ее надо собирать он на каком плане и надо монтировать ну типа смысле собирать что там собирать надо то есть он знаете у него была такая когда я ему сказала говорю типа кухню то я купила но мне же надо ее собрать, вот такой, а, 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 а. А что там надо собирать? То есть, знаешь, в таком плане, что типа, бляха-муха, да мы сейчас приедем, то есть это, знаете, такой позыв был, вот это вот секундное, знаете, такое послание, что типа, а что там надо собирать? Типа, мы же там сейчас с Линой приедем, сейчас два, раз, два тут и соберем эту кухню, поставим. Что там, а что собирать надо? Я говорю, как, что там, надо собирать все. Надо ставить шкафы, надо ставить столешницу, вырезать дырки под плиту, дырки вырезать под раковину, то есть там надо комплектно просто ставить с умом, надо выводить розетку правильную то есть он сначала как бы если бы это было там просто собрать и все да то это одно а тут он конечно как бы подал идею что надо собрать да и знаете как будто мы сейчас приедем все сделаем потом понял что это работа нафиг она никому сразу не всралась потому что должна доработать и он такой понятно понятно я меня это вообще убило то есть они там еще начали между собой вести расследование почему я сюда не хочу потому что кухню то я купила кафель у меня положил казалось бы да я не 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 и девчонки писали готова это марина от работы на два дня у меня есть сосед который из себя попросила за деньги пришел бы мне это сделать дырки вырезать у меня есть тот же карлус лина если бы сказала пацаны вам дам денег друзьям да давайте соберем еще и у меня дома сядем еще у меня дома посрел я еще за вами все это уберу как увезу еще будет все весело вот я просто не хочу никого просить больше потому что я знаю как мне сделают эти ребята они мне сделают хорошо понимаете даже пейте которые е régалpost не розетки ему нравится как розетки он сделал мне нравится как он сделали мою комнату под работал под присмотром прораба мне тоже нравится допустим вот здесь комнате здесь уже в кухне вы считаете сколько когда попросили окна месяца полтора назад здесь окна уже все вот они уже или краска плохая потому что затирал он хорошо я видела то здесь надо по весне будет немножко подкрасит но опять же это дерево что вы хотите и сколько ему лет этому дереву уже больше 60 лет поэтому вы что-то такой раритет просто его надо аккуратненько подкрасить и все и чтобы она была беленькая не надо снимается все остальное поэтому я знаю что если я лучше пережду мне придут пацаны и плитка меня устраивает как положено здесь сюда купится все сделается докраситься лучше знаете уже медленно чем я буду куда-то спешить потому что изначально когда я купила фарту который разбился да вы видели я показывал то я же не думал я ползу плитку потому что я уже все я уже ничего не хотела я уже путем об rondis парт Schnuppe мне собрали кухню и наверно было бы это быстрее мне просто отговорил армиarti сказал что типа ты просто спешить ты просто устала на самом деле нужно плитка потому что это кухня и все понимаете они тому же начали свое расследование а почему я так сказала если значит я так сказала на счет я их не хочу и кухня то есть кухня то есть понимать и у нет он же ведь не сказал что давай мы приедем мы соберем. Хотя, в принципе, можно было бы сказать, что, Мариха, ты что, на празднике без кухни, которая уже у тебя стоит в комнате, то так давай мы приедем с Лино, мы приедем, у нас у него куча там других друзей, которые гидравлики и хуярлики, мы приедем и сделаем. Но это же не сказать, потому что никто не хочет тратить свое свободное время на это. Ну вот, и я с девочками поговорила, говорю, девчонки, я тоже никуда ехать не хочу. Мои малые тоже сказали, мам, давай дома, а что, какая нам разница, пофиг, тем более, я не знаю, это не тот праздник, где пляшут и танцуют, и дискотека, тем более девочкам, у них уже такой возраст, что им уже неинтересно, даже со мной, ну еще там, когда покупаете пальто, сапоги, то, понятное дело, у них свои уже какие-то интересы, компании, свои секретики, им интересно уже со своими друзьями, они веселятся, у них разные, ну, все равно уже какие-то секреты от меня, не все равно, а есть от меня какие-то секреты, и что-то как-то, и как-то, ладно, не буду вас грузить, но, в общем, вот так вот, понимаете, то есть, если бы он позвонил бы, да, вчера и сказал бы, слушай, так же кухня стоит, так давай мы сейчас тут придем, то есть, позыв был, он такой, позыв был не к тому, что мы придем и сделаем, а позыв, что, типа, надо где-то отмечать, как бы у тебя, ну, как бы логично, пришли, посрали и ушли, да, и типа всем весело, там, тарелки убрали, поднесли салфетки, все посмеялись, и, как бы, там, у меня чисто, по сравнению с ними, со всеми, вот, и, как бы, там, ну, и уютненько, весело, вот, а вот это вот их и коробило, что, типа, как это, куда, что, типа, так давай сейчас, как бы, типа, да мы сейчас тут соберем ради того, чтобы здесь время провести, даже такого не было, но это я не жалуюсь, я констатирую факты, потому что людям рассказать, блин, никто не поверит. Смотрите, как красиво смотрится мой подоконник, как он смотрится красиво. Девчонки, я, конечно, ведьма, я не могу ничего говорить, потому что я, когда говорю, у меня потом, я не могу говорить, потому что я уже один рассказала, я помыла Валентину, помыла ее, стеклышко одно, это здесь потом все уберется, расставится красиво, не могу, конечно, говорить, девочки, но, бляха-буха, в какой раз я понимаю, что вы, девочки, правы, надо было кухню ставить только вот сюда, на вот этот маленький, и все, сколько бы здесь было места, было бы много, очень много, понимаете. У меня вестибулярный аппарат, вестибюль начинается, театр начинается с вестибюля, у меня вестибулярный аппарат очень хороший, это учитывая того, что я не это самое, не занимаюсь, то есть вообще голова немножко валит, ну, так, если расслабиться, то что-то, что-то подкачал. Ладно, все, всем классной, классной трудовой недели, всего самого хорошего, самого доброго, не на разную степень этой тарелочке, какая она няшная, какая она классная, какая-то память. Я теперь буду готовить, помешали там пасту, котлеты, ложку сюда положила, она красивая, была бы здесь, была бы штучка, бы я даже повесила, очень классно, вот такие вот, я такую посудку я люблю, со своими тарелками, я не знаю, что делать, я не знаю, как можно было купить вот эти вот тарелки, делать на них обзор, они дорогие, это дорогой сервиз, это вот, типа, один сервиз вот такой вот, кричащий, это, кстати, модно было, вот это вот, у меня такое одеяло, я сестре выслала, я не знаю, как можно было купить эти тарелки, я покупала это вот в таком вот рисунке, сделать на эти тарелки обзор, посмотрите, там есть у меня видео, радоваться, говорить, какие они классные, я не знаю, куда этот сервиз девать, у меня сестра говорила, что вот ей нужны тарелки, говорит, если что там, тарелки мне отправишь, да, тарелки красивые, я, наверное, эти тарелки со временем потом отправлю своей сестре, потому что я, ну, мне Клеопатрий хочет забрать, естественно, потому что я не знаю, я от них устала, я уже, я люблю посуду, мне кто писал, зачем вам посуду не любите готовить, почему здесь она жрать-то, а я люблю красивых тарелок, вот, и я прям не знаю, у меня прям руки чешутся, я на них смотреть не могу, как это можно было купить эту фантазию, хотя я сейчас нашла тарелки, которые мне нравятся, фантазия не лучше, но мне девочка посоветовала, говорит, у вас есть Валентина, Валентина, говорит, дофига чего входит, говорит, не отдавайте сервизы, говорит, расставьте их, поэтому, говорит, когда-нибудь перемкнет, будете менять сервизы, не знаю, ладно, все, девчонки, чтобы вас не отвлекать, всем классных, мальчики, мужчины, мужики, классных, классных, выходных, машем флажками, всего самого доброго, всего самого хорошего, оставайтесь самими собой, способа, способа тоже, спасибо огромное вам за комментарии, артист немножко оплошался, но такое бывает, все, спасибо, пока-пока.